Александр Денисенко. Трипофобия. Марта Гринёва, пожалуйста, пройдите в кабинет номер 4, объявил женский голос диспетчера в громкоговоритель. Марта поднялась с мягкого кофейного дивана, кидая взгляд от одного пациента к другому. Она направилась вправо по коридору, покинув приёмную. — Первый, — тихим голосом произнесла она, — второй, — глядя на противоположную дверь, повторила девушка всё тем же голосом, — третий, четвёртый. Он находился в самом конце недлинного коридора, пол которого был выложен чёрной плиткой, отражавшей яркий свет ламп. Поправив левый рукав, Марта постучалась. — Да-да, открыто, можете входить, — послышался голос за дверью. Девушка опустила ручку, потянула на себя и вошла в кабинет. — Здравствуйте, можно? — Конечно, проходи. — Ты Марта Гринёва? — Да, это я. — Не стесняйся, присаживайся. Женщина за столом у большого стенного шкафа указала взглядом на синий диван, рядом с которым стоял стеклянный столик. На столике был маленький фарфоровый чайник и две чашки на блюдцах. Девушка откинулась на спинку дивана, а расслабиться получилось без особого труда. Диваны этой больницы поистине удобны. Они будто созданы для пациентов. На самом деле так и было. Меня зовут Антонина Алексеевна. Женщина с распущенными и сине-черными волосами, одетая в свитеры джинсы, поднялась из-за стола. Взяла стул и направилась к Марте, захватив ежедневник с вложенной в него шариковой ручкой. Марта, по телефону твоя мама сказала, что ты сама решила обратиться к специалисту. Это действительно так? Уточнила психолог, закинув ногу на ногу. Обычно люди стесняются и не очень-то хотят посещать сеансы врачей моего профиля. Да, на самом деле я решила прийти к вам, потому что устала, призналась белокурая девушка. Отчего? Все началось после моего похода к дерматологу. Мне внезапно стали противны картина, висящая в зале. Душ в ванной комнате. А вчера утром, когда я увидел рисунок своего одноклассника, закружилась голова, после чего меня вырвало прямо в столовой. И что же было в этом рисунке? А ничего необычного. Пчелиные соты. А что на картине дома? Семена лотоса. Во всех этих вещах мне были противные отверстия. Нет, точнее, большое количество этих отверстий, объяснила Марта. А еще, из-за всего этого моим родителям приходится набирать мне ванну и закрывать душ плотной тряпкой, потому что я не могу на него спокойно смотреть. Психолог сделала очередную запись в ежедневнике и вернулась к пациентке. Ты говорила про посещение дерматолога. У тебя проблемы с кожей? Так сразу и не скажешь, ведь запястья и лицо абсолютно чистые. Смотрите. Девушка приспустила воротник бирюзового джемпера, потом закатила рукава. Шея и предплечье были осыпаны множеством розоватых пятен. Какая странная сыпь, задумчиво произнесла женщина. Я сначала думала, что у меня аллергическая реакция на что-то из пищи. Но врач успокоил меня. Он сказал, что это возрастное и что сыпь очень скоро пройдет. Выписал пару лекарств и освобождение от занятий на время его приема. Рассказала Марта, несмотря на руки, чтобы не закружилась голова. Так, я предлагаю провести один эксперимент, сказала Антонина Алексеевна. Эксперимент? Что еще за эксперимент? Спросила Марта. Все предельно просто. Сейчас я достану из шкафа несколько карточек с изображениями. А дальше объясню, что нужно делать. Думаю, после этого эксперимента мне будет более или менее ясна твоя проблема. Хорошо, давайте попробуем. Марта опустила рукава, также не гладя на запястье. Антонина Алексеевна прошла к шкафу, открыла один из его отделов, достала несколько глянцевых листов и вернулась к Марте. Запоминай, я буду показывать тебе изображения, а ты говори, приятно ли тебе на них смотреть или нет. Договорились? Договорились. Марта сложила руки на коленях. Антонина Алексеевна выровняла листы, положила на столик вниз изображениями. На первом листе были песчаный берег, чистое изумрудное небо, гребни морских волн. Вдали – пиратский корабль с флагом, изображающим белый череп и скрещенные шпаги. На борту находились пираты, а прямо над кораблем – реели чайки. Итак, сосредоточься. Эта карточка вызывает у тебя страх или отвращение? Марта вглядывалась в дуло корабельной артиллерии, но ничего схожего с тем, что ей приходилось чувствовать ранее, она сейчас не ощущала. «Нет, обычный пейзаж», – коротко ответила она. «Хорошо». Женщина положила первую карточку напротив стопки остальных, из которой взяла еще одну. «А вот эта». На второй карточке были деревья лесной чащи. В некоторых из них можно было отыскать беличьи норы. «Тоже ничего», – пожала плечами девушка. Так, Антонина Алексеевна отложила эту карточку, взяла третий лист, перевернула рисунком вверх, отчего Марта прижалась к спинке как можно сильнее, закрыв глаза. Для большей надежности она прикрыла их ладонью. На третьей картинке была обычная поролоновая губка, которая встречается на любой кухне. «Уберите ее, уберите, пожалуйста». «Ладно, ладно, Марта, все в порядке». Антонина Алексеевна перевернула лист, взяла предыдущие два и убрала к остальным. Стопку карточек отодвинула в сторону. «Можешь открыть глаза?» «Мне ясен твой диагноз». «Вы уверены?» «Да, открывай». Она открыла глаза. «Что же это? Что со мной?» Переживала Марта. «У тебя достаточно редкая проблема. Трипофобия». «Трипа... что?» Недоумевала девушка. «Трипофобия – это боязнь кластерных отверстий, то есть их скопление. Поэтому тебя стошнило от рисунка пчелиных сот. Ты не пугайся. Это, конечно, редкая болезнь. Всего 16% на все население Земли, но ее можно вылечить». Слова Антонина Алексеевны внушали доверие. «Правда? И вы сможете мне помочь?» Марта в надежде взглянула на психолога. «На все 100% я, конечно, не уверена, но однажды ко мне приходил мужчина, директор собачьего приюта. Он жаловался на то же, что и ты. Я посоветовала ему одно упражнение – взять две картинки. Ту, что заставляет многократно себя пересматривать, и вторую, которая вызывает отвращение. И что, ему помогло? «Да». Он записался ко мне на сеанс спустя неделю. Сказал, что мой метод ему помог. Чтобы до конца убедиться в его выздоровлении, мы повторно прошли эксперимент с карточками. Мужчина реагировал спокойно, не волновался, смотрел как на обычное изображение. «Интересно. Я попробую. Может, и правда подействует?» «Хорошо. Я была рада выслушать тебя. Жду на повторном сеансе. Думаю, я позвоню вам сама, поделюсь результатом». «Договорились. При следующей нашей встрече мы проведем этот эксперимент вновь. Если он не поможет, то попробуем что-нибудь другое. Ну, а в случае хорошего результата ты сможешь больше не ходить ко мне». «До свидания», — Марта поднялась с дивана. «До встречи», — попрощалась Антонина Алексеевна. В половине седьмого Марта уже была дома. Повесила куртку и убрала кеды на этажерку. В зале, где до вчерашнего дня висела картина с семенами лотоса, дочку встретила мама с каким-то женским журналом в руке. За ее спиной Марта увидела включенный телевизор, по которому, как всегда, крутили ситкомы. «Ну что, как сеанс у Антонина Алексеевны?» «Ей удалось разобраться с твоей проблемой», — поинтересовалась мама. Это была женщина с коротко остриженными волосами цвета пепла. Она была в цветном домашнем халате. «Могло быть и лучше», — равнодушно призналась девушка. «Что она тебе сказала?» — снова спросила мама. «Поинтересовалась, что меня беспокоит, показала несколько карточек, хотела узнать, какие реакции они у меня вызовут. В общем-то и все. «Дочь, ты какая-то неразговорчивая. Пойдем выпьем кофе. Я как раз собиралась сварить». «Нет, мам, я лучше пойду к себе в комнату, ладно?» Антонина Алексеевна сказала, что у меня какая-то фобия, точное название не помню, но что-то на букву «Т». «Фобия?» — в недоумении мама замотала головой. «Да, мам, я боюсь смотреть на большое количество отверстий, поэтому вам с папой приходится закрывать душ и набирать мне ванну. Она дала мне упражнения на дом. Кстати, я хотела спросить у папы, куда он вчера убрал картину из зала. Сегодня папа остался в ночную смену, на предприятии много работы. Он убрал ее в кладовку. «А что?» — спросила мама. «Думаю, она мне сегодня понадобится. Принести ее?» «Да, я, наверное, поему себя». «Хорошо, иди, сейчас занесу». К девяти часам Марта выполнила все домашние задания, убрала в рюкзак тетрадки и учебники. Она приготовила все необходимое — картину с лотосом и фотографию, которую случайно нашла в своем альбоме, когда искала подходящее изображение для упражнения. Фотография, сделанная в цирке, оказалась самым приятным воспоминанием детства. На ней Марта была с маленькой обезьянкой на плече. Сначала она взяла в руки фотографию из альбома. Разглядывала секунд сорок. На лице появилась легкая улыбка. Потом фотография отправилась обратно на стол. Девушка закрыла глаза, дотянулась до картины, взяла и медленно поднесла ее ближе, держала на расстоянии вытянутой руки. «Ну давай, Марта, не бойся. Это всего-навсего картина. Картина, которая провисела в зале все то время, что ты себя помнишь. У тебя получится», — мысленно сказала девушка. Марта решила открывать глаза постепенно. Хотела узнать, будет ли картина вызывать у нее отвращение. Или же все это она напридумывала, и нет никакой трипофобии, обнаруженной Антониной Алексеевной. Девушка приоткрыла глаза, смотрела на картину, прищурившись. «Ничего», — подумала она. Марта решилась на свой страх и риск открыть глаза полностью. В голову ударила резкая боль, на лбу проступила испарина. Картина расплылась, и горячий, неприятный ком подступил к горлу. Девушка случайно выронила картину из спотевших рук себе под ноги, закрыла глаза и на ощупь наткнулась на твердую рамку. Отложила подальше на стол. Взяв фотографию, Марта открыла глаза, устремила уверенный взгляд на маленькую обезьянку. Стало немного легче. Но, как назло, начал мучить зуд в шее, под лопатками, в предплечьях. Марта терпела до последнего, но в конце концов сдалась. Взяла линейку и сквозь футболку начала водить по спине до тех пор, пока раздражение не оставило ее в покое. То же самое проделала с предплечьями. «Так намного лучше», — подумала она и отложила линейку. Девушка взяла фотографию с животным на плече, вновь посмотрела на нее около минуты и отложила в сторону. Закрыла глаза, взяла на ощупь рамку с лотосом. Сначала глядела, прищурившись. Изображение было расплывчатым, таким, какое обычно наблюдают взрослые или дети с нормальным зрением, когда надевают очки, взятые из футляра кого-то из родных. Наконец, раскрыв глаза полностью, Марта услышала учащенный стук сердца в груди, отдающий глухими ударами в висках, так, как если бы барабанщик отбивал мелодию в кожаную мембрану. В очередной раз закрытые глаза, подкатывающий ком, тряска рук и мысли о скорейшем завершении всего этого. Прошло всего полчаса. Зуд вернулся. Чтобы не обращаться за помощью к динейке, Марта встала с места, оставила рамку с лотосом и фотографию на столе. Она прошла к кровати и прилигла. Это всегда помогало ей избавиться от зуда. Благодаря мягкому пледу под спиной, девушка уснула. Марта проспала до самого утра. Она успела прийти в школу только ко второму уроку, поскольку проспала общество знания, к которому готовила речь на тему семья и быт. Повезло, что преподаватель – понимающий и отзывчивый человек. Светлана Андреевна разрешила Марте выступить на следующем занятии. «Здравствуйте, можно сесть на место?» «Нужно, Гринёва. Дисциплину девушка нужно соблюдать». Места в кабинете были заняты. Марта заняла единственное свободное – рядом с Денисом. «Привет. Тебе позавчера было плохо. Из-за чего?» «Привет. Сама не понимаю, Денис. Голова закружилась. А дальше ты всё сам видел», – пожала плечами девушка. «Давай не будем об этом, хорошо?» «Понимаю. Как скажешь». «Спасибо». Итак, ребята, мы изучили очередную тему – загрязнение живой природы. На следующий урок желающие могут приготовить презентации и доклады. «Это поможет вам улучшить оценку за четверть, а кому-то и за год». «Но уж нет», – помотал головой Денис. «У меня дома и без того много дел». Парень подождал, пока Наталья Евгеньевна отвернётся к доске и начнёт что-нибудь писать. А потом вытащил из пакета альбомный лист с портретом красивой женщины. Из её волос выглядывала большекрылая бабочка. «Очень красиво. А кто это? Долго рисовал?» – поинтересовалась девушка. «Это моя старшая сестра. Она любит каждый вечер посидеть у окна, уйти в себя, подумать о своём. А у меня под рукой как раз оказались карандаши и несколько листов бумаги. А бабочка – это заколка?» «Нет, Алина никогда не носила заколок. Я просто дорисовал, так сказать, для полноты композиции», – улыбнулся парень. «Но она и не заметила, что я её рисовал. Да и рисунок ещё не закончен. Чтобы портрет зажил полной жизнью, я должен добавить в него красок». «Думаю, ей очень понравится. Не может не понравиться. Когда ты делаешь что-то для близких, им это всегда приятно. Мы с ней мало общаемся. Но я её очень люблю. Всё наладится. Да рисуй, она точно не останется равнодушной». Урок биологии пролетел так же быстро, как и черчение. Марта общалась с Денисом и уже забыла о своей проблеме с трипофобией и пятнами на руках. Но к концу учебного дня вспомнила. Ей не терпелось вернуться домой. Вернуться, чтобы снова заняться упражнением. Дома спал отец, недавно вернувшийся со смены. Марта поправила одеяло, закрыла папе плечи, сходила на кухню, налила себе сока и отправилась к себе в комнату. «Начнём?» — спросила она у себя, взялась за фотографию и картину, что были убраны в нижний ящик компьютерного стола. Проделав три попытки, Марта пришла к выводу, что метод Антонины Алексеевны неэффективен. Она держала картину с лотосом обеими руками, но не смотрела на неё. Девушка уже решила отложить картину, опустить руки, связаться с психологом и сообщить, что все попытки с упражнением провалились. И, скорее всего, им придётся прийти к какому-нибудь другому методу лечения. И странно, что пятна до сих пор не прошли, хотя дерматолог уверял, что они пройдут в ближайшее время. «Что?» — сказала она изумлённо. Её взгляд остановился на обоях. Точнее, на рисунке на обоях. На них были представлены вещи из разных времён, из разных эпох жизни человечества на планете Земля. Первый в мире паровоз Пенни Даррен Ричарда Тривитика, состоящий из цилиндрического котла, установленного на две оси. Был здесь и портрет величайшего художника, философа и анатома Леонардо да Винчи, и представление величественного корабля «Титаник». Изумилась Марта из-за того, что лишь благодаря этим изображениям она смогла на удивление самой себе контролировать дрожь и страх. Она долго смотрела на стену, потом перевела взгляд на рамку с лотосом. Снова на стену. И так ещё примерно с дюжину раз. «Доченька!» — окликнула её мама. «О!» — Марта оторвалась от картины. «Мама, ты уже вернулась?» «Да, папа спит?» «Да, мам!» — кивнула девушка. «Я сейчас приготовлю что-нибудь. Ты будешь есть здесь или на кухне?» «На кухне, мам!» «Ну что, как твоё упражнение? Даёт какой-то результат?» «Думаю, что да. Я, правда, до конца не уверена, но не всё потеряно. Я рада за тебя, дорогая». Мама убрала голову из проёма, закрыв дверь. Марта взялась вновь разглядывать обои и картину с лотосом. Окончательно убедившись, что никакого чувства страха, раздражения и смущения она не вызывает, девушка взяла мобильник, узнала у мамы номер психолога и позвонила. Марте пришлось подождать день, чтобы посетить Антонину Алексеевну. На среду все часы у неё были заняты, поэтому Марта пришла на приём только в четверг после учёбы. В школе на уроке общества знания ей удалось весьма неплохо выступить перед классом. Она была одна в приёмной, держала в руках торт. Работник регистрационного стола разрешил пройти в кабинет и сказал, что Антонина Алексеевна уже ждёт. По привычке девушка постучалась перед тем, как зайти. Услышала, что входить можно и зашла. Марта? Здравствуй, я как раз тебя жду. Не поверишь, за весь день помимо тебя всего три пациента. Здравствуйте, коротко ответила Марта. Присаживайся. Я смотрю, ты это к чаю купила. Что, торт? Да это в качестве благодарности от нас с мамой. Марта подошла к столику, поставила торт рядом с чайным сервизом и села на диван. Просто я хотела сказать вам спасибо, Антонина Алексеевна. Без вашего метода ничего бы и не вышло. Она пожала плечами. Да не за что, это моя работа, ответила женщина, отодвинула торт, освободив место для карточек. Так ты говоришь, что вполне хорошо чувствуешь себя, когда смотришь на картину с лотосом. Я всё правильно поняла из нашего телефонного разговора? Правильно, закивала Марта. Более того, сыпь ушла. Мне кажется, дерматолог был неправ, когда сказал, что это возрастное. Почему же? Защурилась Антонина Алексеевна. Не помню, рассказывала ли я вам или нет, но боязнь всех этих вещей у меня появилась сразу после дерматолога. А сыпь за день до его приёма. Рассказывала. Вполне возможно, дерматолог ошибся. Мы все совершаем ошибки. Иногда и в моей практике случаются проколы. Я не слишком хороший пользователь компьютера, но дома, после нашей встречи, мне удалось найти больше 20 форумов по твоей проблеме. Многие пользователи сети делятся теми же симптомами, что и у тебя. Пятеро также заметили странные следы на коже, вроде сыпи. У них у всех она появлялась до того, как они начинали сторониться кластерных отверстий. И никогда наоборот. Те же, кто излечился, как один говорят, что сыпь прошла сразу после исчезновения у них страха изображений. Губок для посуды и так далее. А вот мне было не до сети. Но хорошо, что я избавилась от этой странной, неприятной фобии. Если это действительно так, то я искренне за тебя рада. А сейчас мы не можем быть до конца в этом уверены, пока не проверим. Готово? Я предупреждаю сразу. Приготовила только те карточки, на которых присутствуют отверстия или фигурки в большом количестве. Так что настройся. Не проронив ни слова, Марта кивнула. Антонина Алексеевна положила стопку карточек изображениями вниз. Начала показывать. «Нет, ничего. Ничего не чувствую», — сказала девушка, глядя на змею, огромного питона темно-зеленого окраса. «Ты уверена?» — уточнила психолог. «Абсолютно», — девушка кивнула. Антонина Алексеевна отложила первую карточку и, не теряя времени, взялась за следующую. «Паук?» Марта смотрела ему прямо в глаза, но и на этот раз карточка не вызывала никаких эмоций. Антонина Алексеевна молчала. Она наблюдала за поведением пациентки и продолжала брать карточки из стопки. Марта пожала плечами и сказала. «Нет, пористый шоколад не вызывает у меня страха или чего-то подобного. Он, скорее, вызывает у меня чувство голода, желание съесть что-нибудь сладенькое». Она украдкой взглянула на кремовый торт с апельсиновыми дольками сверху. Карточка с шоколадом была последней из стопки перевернутых. Антонина Алексеевна собрала все карточки, положила их на край стола, сделала в своем ежедневнике короткую запись и, подняв стопку, подложила его вниз. «Можно задать вам вопрос?» «Да, Марта». «А что вы записали в свой ежедневник?» «Не переживай», — улыбнулась Антонина Алексеевна. «По всем признакам, ты здорова. Никакой фобии за тобой, я, как профессионал, не наблюдаю. Так что поздравляю. Думаю, теперь мы можем отметить твое выздоровление». Она налила чаю себе и Марте. Редактор субтитров А.Семкин